Микс Ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Буквально на прошлой неделе произошло такое важное, я бы сказал, в какой-то степени историческое событие. В первом чтении был поддержан законопроект, который, по существу, ну, должен положить конец нынешней системе ОИК или КОС, коэффициент обязательной закупки. Сейчас у нас на прямой связи по телефону из Сейма депутат парламента Игорь Заринч. Добрый день. Добрый день. Да, вот что касается вот этого законопроекта, одни с восторгом его восприняли, другие весьма скептические и говорят о том, что особых изменений не произойдет. Все-таки как вы это оцениваете? Я напомню нашим радиослушателям, что вы проводили свое депутатское расследование этой системы, при том это расследование начали еще в прошлом парламенте. Да. Ну, знаете, в политике обычно все совсем не так, на самом деле, как это предположится. И особенно это относится вот к ОИК, где, ну, на самом деле, это уже все так закавирано и искажено, что... И вообще так заплетено, что уже можно начинать писать, там, как роман Конан Дойля о том, что происходит вокруг ОИК. Да. Ну, да. Который так очень громко преподносится, как вот попитка, политическая попитка, и закончится ОИК-оферу, на самом деле, с этим вообще ничего не имеет. То есть, реально, я вижу так, что этот законопроект удавался как раз не для того, чтобы бороться с ОИК-офером, как раз, чтобы это не делать. Я объясню. Значит, этот законопроект, то, что он сейчас предлагает по существу, таким очень грубым способом, простым способом просто сказать, а давайте ничего больше не будем платить. Не будем и все, да. Да, не будем и все. То есть, ну, конечно, можно так сказать, но если мы живем в правовом государстве, то все те, которым было обещано платить, они скажут, как это так? Так вот, в законе, вот нормативный акт, вот закон, где прописано противоположное. Вы обещали это делать еще больше. Те, которые обещали бороться с этой ОИК-офером перед выбором, которые там в стенах так говорили, вот придем, все, сейчас решение, все, конец будет. Когда пришли к власти, вот взяли Министерство экономики, сделали все полностью напротив. Они не просто начали бороться с этой ОИК-офером, а наоборот, укрепили вот это все на уровне закона. Вот только что они это укрепили и утвердили это в этом году, в начале этого года. И потом, когда такой закон был утвержден, они сейчас подают предложение, а давайте не будем больше платить. А это значит, что в этой ситуации? В этой ситуации главным выигрышем будут оставаться вот те, которые, скажем так, в эту систему бы не вклинились, и они не могли бы выполнить вот все эти условия, которые они должны выполнять, чтобы они вообще получали эти деньги. Они смогут вообще ничего не делать, просто подать на государство в суд и сказать, ребята, вот правовое, мы правовое государство, вот наше правовое поля. Да, правовое допущение, да. Ну, не допущение, но мы можем полагаться, мы живем в правовой стране, мы можем полагаться на законы этой страны. Если в законе четко прописали, что нам это полагается, если вы не хотите заплатить, будете платить через суд. Не хотите через электричество, будете платить через бюджет. И я думаю, что если вот такой бы законопроект прошел бы, то Шампанская бы открылась во многих офисах, которые вот занимались, скажем так, не совсем легальной деятельностью вообще насчет ОИКа. И почему был подан такой законопроект? Я думаю, что... И почему вообще такое вот, как будто со стороны нормального человека может, ну, возьмите обоснованный вопрос. Вы что там парламент вообще делает? Какие законы, понимаете? Почему тогда парламент вот так проголосовал? Почему вообще кто-то таким законом вообще пришел в парламент? И как он вообще мог пройти? Объясняю, что на самом деле происходит. То есть на самом-то деле с этой ОИКа оперы, те, которые обещали с ней бороться, они вообще с ней не борются, просто делают настолько, настолько и заставляют что-то делать. Вот есть в парламенте депутат, которые в этой теме разбираются, которые заставляют какие-то вещи делать. Вот если по-другому нельзя, то они начинают что-то делать. Но придумали теперь хороший кувырок, как от этого соспользнуть. То есть те, которые обещали, что они расправятся с этой ОИК-оферой, что они ликвидируют, и еще больше, они обещали, что вообще ликвидируем эту ОИК, они подали вот такой законопроект. Хорошо зная, что этот законопроект, он, ну, можно сказать так, он не просто незаконен, но то есть если бы такой закон принимается, то вот появляются все те последствия, которые я объяснял. То есть, ну, наоборот, можно получить очень обоснованные судебные востребования, чтобы этим, тем, которым было обещано по закону платить от ОИК, чтобы вот заплатить им вообще уже ничего не делать. Они просто придут и говорят, ребята, вот вы рассчитывали этот бизнес, вы нам этот бизнес прикрыли, платите. И расчет был какой? Когда они подадут такой законопроект, ожидаемая реакция, что логическая реакция, что такой законопроект подклонить. Сказать, мы этого не принимаем, законопроект не должен дальше продвигаться. И тогда те, которые его предлагали, этот бессмысленный незаконный законопроект, они могли бы сказать всем остальному общественному, ну, видите, мы же старались, мы обещали, мы обещали, что мы это сделаем, мы это сделали, а остальные не утвердили это, и они виноваты. А мы моем руки и больше можем ничего не делать. Ну, это такая, ну, скажем так, на политическом уровне такая, ну, азбука вообще, такие первоклассники решили обыграться тех, которые уже давно в этой школе находятся. И этот ход первоклассников, он был быстро расшифрован, и весь парламент дружно проголосовал за этот законопроект, что да нет, а давайте будем его смотреть. Потому что понимали, в чем игра. И сейчас получалась такая интересная ситуация, что, с одной стороны, вот это голосование, что это было, когда его принимали на рассмотрение. И вот сейчас, когда он уже пошел в первом чтении, надо начинать разбираться по существу. И тогда были затребованы от министерства и всех компетентных органов, там, их адреномы. Да, заключение. Заключение. А что с этим законопроектом? Можно продвигать, как мы можем это делать, как мы можем это ликвидировать в ИК и так далее. И тот смысл, почему, скажем так, я думаю, во многом нам удалось сделать так, чтобы в первом чтении этот законопроект был утвержден, чтобы он пошел на второй законопроект. Это была, ну, такая наша тонкая игра оппозиции. Мы были очень уклончивы насчет этого законопроекта, чтобы те, которые его продвигались, не боялись бы соскочить. И получилось так, что часть коалиции пропагандистов голосовала за этот законопроект, а часть, конечно, его отклонила. И благодаря нашим голосам нам удалось получить, чтобы он был утвержден в первом чтении. Почему мы это сделали? Это будет опять, можно сказать, слушать чему странно, но чем вы там занимаетесь? Зачем же такой законопроект, который вообще, ну, беспредел и бессмысленен, надо дальше продвигать? Дело в том, что если мы его сейчас утвердили в первом чтении, то на второе чтение мы можем подавать сейчас поправки. Те поправки, которые, если бы мы с ними пришли, сказали, ну, давайте, и все-таки сделаем на том законе, как можно быть сделано, а их бы вообще уклонили, а них вообще бы не началась дискуссия. И потому что, ну, и так хорошо. А сейчас, когда есть вот такой вот этот проект, который полный беспредел, который надо исправлять, то им придется сейчас считаться с этими поправками и думать, как же эту ситуацию спасать. То есть, таким ходом появился шанс что-то упорядить в этой системе. Потому что, на самом-то деле, то, что сейчас происходило до сих пор, противоположно тому, что вам там рассказывалось, как тут все борются, сколько миллионов там уже остановили и так далее, это было больше такая фикция. На самом-то деле, реальных миллионов никто не отсудил, ничего такого не было. Все речь шла о том, что вот если бы что-то было, то бы в будущем было бы столько и столько-то. И если какие-то реальные вещи продвигались, то не продвигались потому, что вот в парламенте был депутат, который задавал очень точный вопрос, заставляя министров отвечать, а почему вот какие-то конкретные дела не сделаны. И тогда они просто были заставлены что-то делать. И как будто откупиться малой кровью. Что они сделали? Вот так примерно выглядит на данный момент вот вся эта суета вокруг проекта. На самом деле, правящие вообще не хотят этим заниматься и хотят соспользнуться с этой темой и ничего не делать. Полно сделать фиксы, чтобы сказать, что мол, вот мы боремся, мы там то-то, то-то изменили. Я могу с конкретными фактами, деталями там уже объяснить. У них я уже подал уже несколько затребований. Вот дальше продвигаю свое расследование. И в общем-то собираем уже новые файлы. Почему это делать? Я опять смогу ответить тем, которые думают, ну да, но какой смысл это все делать? Смысл в данной ситуации есть. Поскольку это фера было под прикрытием одних политических сил, а сейчас пришла к другим, которые между собой, скажем так, должны думать, как они дальше будут существовать. Потому что те, которые приходили, пришли в политику, как название новой политической силы, они же обещали бороться со старыми, со старыми порядком и так далее. И сейчас у них будет выбор. Или выполнять эти свои обещания, если они готовы их выполнять, то вот то, что я сейчас делаю, это будет, ну скажем так, главный распорядок дня, который они должны выполнять. И мотивация это выполнять будет, или вы это выполняете, или вы тогда вообще исчезаете. Ваше будущее решено. Его не будет. А это, значит, дополнительная мотивация, почему может что-то все-таки произойти. Да, я вот хотел в связи с ОИК все-таки спросить в последние дни после этой трагедии убийства Павла Рябинка, присяжного адвоката, его, я так понимаю, партнер Мартин Шкрекис, юрист, распространю такую версию, что, возможно, убийства связаны с ОИК. Следствие, конечно, покажет, так ли это, но вот все-таки, Ива, вы склонны вообще верить в такую версию? Ну, я человек, который точно знает, что происходило. С ОИК имеется в виду. С ОИК, СОИК. Мы говорим про ОИК, а не про убийство. Про ОИК я точно вижу, чтобы никакой борьбы со стороны министерства экономики не было, а было вообще-таки изощренные попытки прикрыть эту аферу, создать ему новое прикрытие. То есть, если кто-то говорит, что это из-за того, что вот это убийство произошло, из-за того, что кто-то там очень сильно помешал вот этой афере, ну, назовите мне хотя бы один факт. Я этого факта не знаю. Я как раз вижу наоборот. Я как раз вижу наоборот, что вот министерство экономики, тем, что занималось, старалось прикрыть эту аферу заново. И именно через законодательные вещи. И, скорее всего, если Ребен участвовал, в процессе, как говорит, он участвовал в том, чтобы создать новое прикрытие. Это аферс, а не чтобы борьба с народом. Да, и потом я так понимаю, что у министерства экономики было десятки возможностей уже давно навести порядок в этой системе. Да, ну, то есть, то, что делал министерство экономики, вот наглядный пример. Вот что делал, и вы сами можете посудить. То есть, когда мы немножко должны вернуться немножко в историю, то есть, перед последними выборами, когда мне удалось поднять эту тему и заставить что-то делать, потому что приближались выборы, и это единственный момент, когда политики чувствовали какую-то ответственность за то, что они нам делали, что они обещали, то удалось продвинуть через парламент в двух ощущениях изменения закона этого закона, который, закон рынка электроэнергии, который регулирует вот это здесь ОИТА, с такими логическими простыми вещами, которые уже там 10 лет тому назад должны были сделать, что все станции должны реально проверяться, выполняют ли они условия, если они условия не выполняют, вот эти условия поддержки, то поддержка им не предназначается, потом следующее, что если им не предназначается эта поддержка, значит, это разрешение должно быть аннулировано, и то, что было незаконно им выплачено, это должно быть оплачено обратно, а те, которые, и те, которыми остаются, те станции, которые действительно законно все выполнили, и им положено выплатить столько денег, столько это было бы соизмеримо, а не чересчур эту щедрую поддержку, это, в общем-то, принципы, которые были обговорены и с Еврокомиссией, то есть этот принцип, он, в общем-то, на самом-то деле нарушался, там опять Министерство Петербурга создавало целую систему своих правил, по которым она могла, там, скажем, высчитывала через чурс-щедрую поддержку, и вот мы разработали, предложили, что должен быть механизм, как-то через чурс-щедрую поддержку украшать до разумного предела, если бы это было сделано, это было бы очень много и много миллионов, которые мы бы изэкономили. Что случилось после выборов? После выборов вдруг, когда уже этого законопроекта надо было утвердить в последнем чечении, все изменилось, все полностью изменилось. Те, которые пришли, и которые говорили, что вот мы будем бороться, там все там, после отменения ИК, они переработали этот законопроект так, что там почти от этого законопроекта вообще ничего не осталось. И одна из главных фишек, чем занималось Министерство экономики, это было именно Министерство экономики, которое это делало в то время, когда Реденок был советником Министра экономики, да? То есть, что приложить вот все эти ясные, четкие принципы, которые я говорю, которые были прописаны в Гаттоне, приложить, сказать, что, нет, нет, закон, давайте это не будем писать, напишем, что это будет Министерство экономики, которое со своими правилами, которые мы обезуемся, что мы его разработаем в последний раз как надо, это будет определять. В результате, что мы получили, из этого закона почти все существенные вещи были выбраны, и сказано, что этим будет заниматься Министерство экономики. Что сделало дальше Министерство экономики? Оно затребовало очень длительные периоды вот всех этих требований, чтобы разработать вот эти правила, по которым это будет все там контролировать и действовать там больше года, полтора года и даже больше. И потом еще потребовал очень длинные сроки, чтобы вообще его попить. Что это значит, чтобы вы поняли, да? Это значит, что это все время реально, он вообще не будет работать. Его и так, можно так сказать, испартировали, да? Ничего почти не осталось. Но еще сделали так, чтобы он вообще нормально не мог работать долгое время. А что это означает? Каждая неделя мы платим миллионы. Уходят миллионы. То есть кто-то зарабатывает. А если это отложить еще на год, еще больше, вы можете представить, сколько Министерство экономики с такими действиями дает возможность нас, за счет всех нас, заработать. Дальше. Дальше эти сроки уже прошли. И то, что я сделал, начал проверять. Министерство экономики. А все эти вот правила, которые вы обещали, что будут разработаны. Многие из этих правил вообще не разработаны. Их вообще нет. А если их нет, значит, их нельзя и примирить. То есть... Применить, да. И использовать, да. Поднимать, да. Применить, да. Одно из таких существенных правил это насчет этих ограничений соизмеримого уровня поддержки, да. А таких правил вообще нет. Вот их законом выбрались, мы сделаем. Еще и до сих пор их не сделали. Пошел уже... Этот законопроект, он уже идет с 18-го года, мы начали, да. И он был утвержден в начале этого года. И эти уже летом должны были быть. Уже летом должны были быть эти правила. Еще нет. До сих пор вообще нет. Не говоря о том, что они на утверждение еще не поданы, да. И вот и так по всем пунктам мы можем идти. Или, скажем, был принцип, который мы очень сильно дискутировали, который мы хотели четко прописать. Вот если коммерсант, он жульничает и выполняет эти условия, поддержка, но поддержка им аннулирует. Сразу все. Вот ты жулик, ты не выполнялась, ты ее больше не получаешь. Но это уже честный принцип, правильно? То, что сделал Министерство экономики, те, которые обещали. А так, если смотрим эти правила, которые они разработали, там опять, это система предупреждений, там система предупреждений, там дальше без принципа, опять отговаривали, что вот вся поддержка была незаконна, который вот он получил, мошенничество, это должна от него взвенаться. Там опять другой принцип, что вот там, если вот с момента последнего предупреждения, сначала, то есть, тебе дается целое, предусматривается, целая цепочка подтверждений, ты должен получить, и только потом с тобой могут применить эти санкции. А это как выглядит? К примеру, скажем так, вот вы едете в общественном транспорте без билета, вот вас поймали, говорят, где ваш билет? Ты не выполняешь условия вот этой услуги, да, то есть, если ты едешь в общественном транспорте, тебе должен быть билет. Нормально, что будет, такого человека будут штрафовать, правильно? Ну, конечно. А в этой ситуации, по этой налогии, вам выдают предупреждение, говорят, ну, ты еще три месяца можешь ехать без билета, потом мы еще раз придем и проверим, есть ли у тебя там этот билет или нет, да, и за это время ты можешь еще пользоваться, потому что за это время ему платится, то есть, он не выполняет эти условия, но ему еще платится за это поддержка. Потом он опять может не делать, и так далее, и так далее, там набирается фактическая масса, и если он будет настолько, ну, скажем так, такой наглеп или глупец, что, ну, вот, решить, что вообще там полностью не соблюдать вот эти условия игры, только тогда, с последнего момента, ему можно сказать, вот то, что с последнего момента вы там подтверждали, вот это будешь отдавать сейчас обратно. А это значит, что если человек, ну, то есть, если ты понимаешь, что вот так может случиться, то какая, и какое, и какое, это дает инициативу тем, которые в этом бизнесе, они понимают, что они могут продолжать жуничать, пока их вам вообще даже не словят. А надо было быть наоборот, что если тебя словили, никаких предупреждений, не теряешь это все. И это давало бы совсем другой мотивации, что тогда, когда сам заинтересован, все время следить за то, чтобы он не жуничает, чтобы все выполнял. Вот пример, да. Вот после этого всего, то, что я вам рассказывал, как вам самым кажется, это можно оценить как борьбу с СОИК-афферой или создавание нового прикрытия? Да, ну, по крайней мере, мы будем говорить дипломатически так, что не было никакой политической воли решать этот вопрос и вообще эту аферу прекращать. Если мы все-таки чуть-чуть поговорим о другой теме, но которая тоже, естественно, связана с финансами, я имею в виду основные параметры бюджета правительство утвердило, видимо, скоро проект бюджета придет и в парламент. Вот как ты все это воспринимаешь, как может быть оппозиционный депутат? Ну, бюджет еще до нас не дошел, но что в этом всем в рассказе очень иронично, и то, что ну, и есть люди, которые там следят за всеми этими происшествиями, о том, как наш государь занимается бюджетом, бюджетным дебатом, то обычно самые ярые дебаты между коалицией и оппозицией были между чем насчет финансовой дисциплины. То, что мы старались доказывать, что нельзя на все смотреть как на таблицу экс-эксела, да, что вот столько у нас расстраст, столько у нас там будет столько вот и неэмомых доходов, да, и что вот хороший бюджет считать таким бюджетом, где вот эта разница между и доходом, и расходом, и что она должна быть и он вообще не должно быть, или она должна быть там совсем минимальной. То, что мы старались объяснять, что есть, могут быть определенные ситуации и определенные расходы, которые стоит пофинансировать, поскольку они дадут, потом больше обратно денег. Но это как вот когда вы берете кандидатное развитие, когда вы понимаете, что вот если я вложу деньги в новое оборудование, то я смогу потом заработать еще больше. То же самое аналогии, вот если мы старались годами объяснить правящим, что если мы хотим развиваться, и вот мы страна, которая находится в фазе развития, это как малая предприятие, которая вот развивается, у нее есть бизнес, ей надо развиваться, надо покупать новые производительные мощности, вводить там новые продукты и так далее, и можно это сделать, так что ну вот нет-нет, мы не будем следить брать, ничего не будем делать, вот заработаем там, вот на этом мы будем только жить, и на это будем там планировать, скажем, что не в следующий год купим эти, это оборудование начнем зарабатывать на нем, скажем, через 20 лет, когда вот мы накопим на это оборудование, да, и результаты, вы получаете совсем разный уровень дохода, экономика этого дохода, вот в каком-то промежутке времени, и это была та проблематика Латвии, что сколько, вот мы какое-то малое-маленькое предприятие, которое, ну вот, есть возможность развиваться, но денег на развитие у самого государства нет, и то, что мы предлагали, что в этих случаях смотреть, ну, скажем так, какие планы развития, финансировать через сетит бюджета, привлекайте деньги, которые потом придут обратно в бюджет, и заработают еще больше, на что нам правящие все время говорили, что нет, нам нельзя делать, это вообще неправильно, вообще там, и так далее, и так далее, финансовая дисциплина превыше всего, и теперь, когда вот случилась вот эта ситуация, которая с ковыдом, и когда Европа сказала, ну нет, в общем-то, ну, как будто эти, ну, скажем так, поменяла свою мысль, сказала, что, ну вот, в этой ситуации, когда надо развиваться, и вот этим развитым странам, то есть, как будто они попали в такую ситуацию, и мы все время были, то можно, можно, конечно, дополнительно деньги тратить, а старшие, вдруг тоже, оказывается, нет проблем, можем мы так делать, то есть, те возможности, которые мы говорили, как можно было бы профинансировать многие важные вещи в нашей стране, и как действительно сделать, поднимать благосостояние общества, они годами делались, и вдруг оказывается, все-таки, что можно было делать, даже для правящих, и вот это такая, ну, такая, ну, очень ироническая ситуация сейчас, что, в общем-то, они этим решением сами показывают, что они, ну, то, что я и говорил, что, ребята, вам ни денег не хватает, вас мозгов не хватает руководить страной, и, в общем-то, своим вот этими решениями, которые они сейчас понимают, это они наглядно сейчас оплатят, но подтверждают, но подтверждают, но что я хочу сказать, да, тогда слушай, я хочу сказать в этом плане, что мне здесь речь идет, понимаете, нынешней ситуации, что умалчивается, здесь идет речь не только про бюджет, бюджет, конечно, это важно, но очень большие деньги сейчас пойдут дополнительно, это миллиарды, которые пойдут в Алафию, и что, вот, меня больше всего волнует, в этом всем рассказе, что вот насчет этих денег правительство поступает, ну, очень, скажем так, ну, скажем так, мало, немощно, да, то есть вместо того, чтобы использовать эти деньги с конкретным пониманием, с такой, видя, что мы хотим, вот так, какие вот фундаментальные изменения в своем государстве мы сейчас хотим сделать, чтобы мы могли дальше успешно развиваться, сделать вот трансформацию в своей экономике, которая, возможно, сейчас вот, благодаря этим дополнительным деньгам, что делает сейчас наше правительство, вот, немощное правительство, в котором вообще нету ни введения, ничего, вот, насчет, насчет, так, как наше государство должно развиваться, а просто отдало чиновникам приказ, вот, придите с планом, как мы будем обкошеливать эти деньги, как мы будем, мы растратим их, вы знаете, на план, как их растратить, без политической визии, куда мы должны направляться, ну, кроме тех политических установок, которые дал Евросоюз, что там, сколько процентов на зеленую экономику, сколько на дебилизацию и так далее, в результате мы получим много-много афер, много бессмысленно потраченных денег, многие, которые мы потом будем долго и нудно возвращать, и очень больно возвращать, вот, за это мне действительно сейчас реально больно, за это я вот, ну, вот. Вот это очень правильное замечание, верно, потому что мы знаем, что, к примеру, для Риги зарезервировано из этих вот фондов стабилизации Европейского Союза 350 миллионов евро, и уже будущий мэр, господин Стакис, посетовал, что пока вообще нет ни одного проекта, такого, ну, живого, реального, который бы соответствовал критериям Европейского Союза, чтобы можно было эти деньги, я извиняюсь, освоить. Да. Ну, и вот это, вот то, что я вам говорил, что, вот, уровень нашего правительства, то есть, вот в этой ситуации нормально был бы как, что, вот, создать, ну, вот, группу, вот, с инстанкетом английского, буквально, чтобы мы определили, вот, у нас есть такая возможность, там, 4 миллиарда дополнительно, да, как мы будем их использовать, какие цели, что мы хотим достичь этим, какую трансформацию экономики провести, где у нас то, что надо сделать, да, делаем это, и тогда мы делаем, исходя из этих установок план, и под этот план делаем проекты, а сейчас все наоборот, полностью наоборот, просто вот есть деньги, а не знаю, что с ними делать, давайте, ну, кто как их может раздербанить, вот сейчас буду приходить с предложениями, конечно, и я думаю, что здесь будут очень большие традиционные риски к всему этому рассказу, как всегда, потому что, когда день где-то срочно надо что-то сделать, да, это присутствует, мы уже, как со всех сторон, пошли какие-то строительные проекты, как мы знаем, строительные проекты, как раз очень благодарны, и то, что вот этот тип вот всем, да, вместо того, чтобы действительно решать какие-то долгосрочные проблемы, даже понятия этого нет, даже понятия этого нет. может быть, такой все-таки последний вопрос, вот, учитывая, ну, к тебе, как депутату, который работает, напомню, в оппозиционной фракции, согласия, как, изменились как-то взаимоотношения между правящей коалицией и оппозицией во время этой пандемии, не знаю, они улучшились, или по-прежнему предложения от оппозиции тотально игнорируются? Страны оппозиции изменились, мы старались быть, ну, как будто идти больше навстречу правящей коалицией, чтобы, ну, действительно, какие-то решения, которые необходимы нашему, нашей стране, нашему обществу, быстрее, четче принимались. Со страны коалиции ничего не изменилось, может, там на миг что-то там пошутнулось, но, в общем-то, не изменилось, та же арогантность осталась, та же боязнь, реальной политической конкуренции, почему у нас многие вещи не дискрутируются нормально, они вот так из-под чешка вдруг просто возникают, потому что правящая клипция, она боится открытых дебатов, боится компетентного анализа, критики со стороны оппозиции, и поэтому как будто из-под чешка что-то стараются быстро что-то решить, и скрывая это очень часто от общества и от оппозиции до последнего момента, когда вот появляется законопроект, за который в следующий день вы должны голосовать. Пользуя случая, еще, может быть, доконка, еще один вопрос, вот сейчас уже и министр обороны начал говорить о том, что мы отпугнули вот с помощью этого чрезмерного капитального ремонта финансового сектора, отпугнули инвесторов, причем, если инвесторы зачастую и латвийским компаниям закрывают счеты, они не могут открыть счета в латвийских банках, что делать теперь? Что делать? А вы на латвийский что делать? Извечный вопрос, да. Ну, во-первых, вот эта ситуация, что сейчас произошла, это наглядно показывает то, что я и говорил, с какой компетенцией, с какой ответственностью люди решают проблематику. То есть там люди, которые никогда не брали на себя ответственность, которые ничего не решали. Они были просто, ну, вот такие пешки-исполнители, да. И вот, если вот таким людям дается власть, то они как пешки-исполнители и вот получают результат, что они там все перетрут, да. И вот это то, что сейчас сделали. Не понимая, ну, не понимая вообще сути необходимости этого процесса, что должно быть сделано, да. В данном случае, как, ну, надо исправлять ошибки, это очень хорошо, что все-таки сами они уже это признали, потому что, ну, действительно, давление огромное. Это абсурд заходит. Мне тоже обращаются люди рассказывать свои ситуации. Они максимально абсурдны вообще. Мы там сами себя, ну, не просто ноги стреляем, в лоб и ноги стреляем, да, уже всякими регулировками, да. И действительно, это должно меняться. И, в общем, посмотрим, если они со своей стороны не будут понимать необходимое решение. Ну, у меня есть мысль, может быть, и заняться вот так же, как я это сделал в своей ИК, чтобы это все раскрыть и заставить действовать. Еще одно расследование. Возможно. Да, еще одно расследование этого сделать. Потому что, действительно, это диверсия против нашей экономики, против нашего общества. Игорь Заяч, у нас был на прямой связи, член комиссии Сейма по народному хозяйству. Большое спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...